Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Это во-вторых, а во-первых, вчера был день рождения у Спортэкспресса, 26 лет 26 лет назад вышел первый газет, правильно? Да, именно так, 14 августа 1991 года, первый номер газеты Спортэкспресс И с тех пор 26 лет, каждый день, кроме воскресенья Продолжайте в том же духе, еще 26, 26, 26 до бесконечно Поздравляем вас с этим праздником, это вообще замечательно Ну мы взаимно сегодня как-то поздравляемся, потому что нам сегодня год телерадиоканал Страна ФМ, я предлагаю после эфира как-то все это посидеть, может быть, чуть-чуть Мы уже 4 часа всем предлагаем и приглашаем Ну что, давайте в футбол Подожди, мне кажется, Дима откажется посидеть, он за здоровый образ жизни Он спорт, спорт и только спорт, да? Лера, в слове «посидеть» не всегда, знаешь, предполагается то, о чем ты подумала Они втрои чай не пьют, чай очень вредно для здоровья Знаете, говорят, за что мы любим футбол, за то, что после футбола Вот, кстати, да, в этом есть доля правды Ну и так, сегодня мы поговорим о российской премьер-лиге и прошедших на выходных матчах А также те, которые предстоят в ближайшее время С чего начнем? Ну не только о российской, потому что мы говорили, что нужно поговорить еще о том О реалии Барселоне, конечно Ну ладно, давайте Это одна из главных тем, ведь, да? Конечно, громкий матч и по вывеске, потому что произошло И, как всегда, не обошлось без скандала Самый знаменитый футболист планеты, Криштиану Роналду Не только отличился в хорошем смысле в этом матче Но он удалился, получил красную карточку Толкнул судью легонечко Но сам Роналду от такого толчка бы упал и корчился в муках, я думаю Судья этого не сделал, но, тем не менее, Роналду получил пять матчей дисквалификации Упал бы и корчился, как обычно, у этого у Роналда Да, да, у нас Роналда известен своей репутацией симулянта Хотя, конечно, его футбольные качества заслуживают гораздо больше А его внешние качества заслуживают еще отдельного разговора Он не сдержался, толкнул судью, не сильно, но это строго карается И теперь Роналду не поможет в ответном матче Скажем, что в первом Реал победил 3-1 будет ответный У Барселоны мало шансов Но почему бы теперь Барселоне не победить, если не будет Роналду на поле? Слушай, Дим, ну у него там еще одно нарушение было, да? Мы бы сегодня рассказывали, он маечку затрал свою Да, да, Майка затрал буквально за несколько минут до вот этого Талчка о судьи, этого падения, симуляции Как судья подумал, что Роналду симулировал нарушение правил на себя А до этого он, да, отметил гол свой собственный Позадрав Майку, он это любит делать, показывать всему миру свой торс Не только он это любит, вот так вот хочется И Майорова любит на это смотреть Ну красота же, ну че? Слушай, я не такой вообще не профи в этом плане Но мне кажется, это вот нарушение все равно сомнительное такое Ну это же как бы чувство, эмоции, это радость Это общепринято в мировом футболе, во всех странах, во всех чемпионатах Если ты снял с себя Майку, пожалуйста, ну получи желтую карточку Ну в общем, получил и получил Подробнее, друзья, мы позже будем об этом еще говорить У нас в гостях, напомню, заместитель шеф-редактора отдела футбола «Спортэкспресс» Дмитрий Зеленов, скоро к вам вернемся Это любовь определенно совершенных спорта У нас на телерадиоканале «Страна.ФМ» разворачивается во всей красе Здесь по-прежнему Влад Кутузов, Валерия Майорова Да, и у нас в гостях сегодня заместитель шеф-редактора отдела футбола «Спортэкспресс» Дмитрий Зеленов Дима, еще раз доброе утро Я все-таки с вашего позволения хотел добить тему «Барселона и Реала» Давайте, про Барселону Вот скажи мне, как ты думаешь, все-таки, если бы не вот эти вот злосчастные 222 миллиона евро Долларов, хочу сказать, евро на самом деле И Неймар не ушел бы, остался в Барселоне Расклад бы был все-таки другим, как ты считаешь? Хороший вопрос Я не думаю, что роль Неймара была настолько велика для Барселоны Как роль того же Лионеля Месси Или, допустим, таких незаметных бойцов, как Жерар Пике Муж Шакира, между прочим Да-да-да Я его знаю Вот Ну, конечно, Неймар — это большой футболист, большой талант Хотя, не знаю, наверное, он уже все-таки не в том возрасте Не настолько молод, чтобы говорить о таланте Конечно, он все еще молод, я бы сказал, не юн, не настолько юн, как раньше, когда он переходил в Барселону Он выбрал деньги, он выбрал, его окружение выбрало деньги И я думаю, останься, он все равно, голова была бы забита вот этими Вот этой цифрой, да, вот той суммой, которую ему предложили в Париже Если точнее, то в Дохе Потому что, конечно, пассажиры спонсируют ребята из Катара И вряд ли бы он отдавался настолько игре за Барселону, насколько можно Поскольку, когда тебе делают предложение, от которого нельзя отказаться, его надо принимать Если ты от него откажешься, будешь жалеть и думать, как бы было бы Дим, слушай, а скажи, ну вот вопрос, с одной стороны, глупость, с другой стороны, для широких масс, да, и всем это интересно Скажи, вот, Неймар, он стоит вот этих денег, реально вообще? Вот чтобы столько платить за футболиста, понятно, что он высококлассный Ни один футболист не стоит столько денег, но это отдельный вопрос Вообще цены раздуты, и трансферные, и контракты Но футбол столько сегодня зарабатывает Если хозяева футбольные, если владельцы клубов готовы столько платить, почему нет? На мой взгляд, нет, конечно, не стоит ни один футболист таких космических денег Слушайте, мы поговорили про Неймара, а что там с Барселоной-то? Они проиграли? Проиграли, да Они проиграли, мы об этом уже сказали, конечно Но они вообще-то эти деньги отбиваются, нет? Я все как-то не могу вылезти из этих 222 миллионов евро Нет, наверное, они в какой-то долгую отбиваются Все-таки за счет каких-то маркетинговых вещей Мне кажется, вопрос престижа больше, да, все-таки? Нет, конечно, это вопрос престижа А для вот тех людей из Катара, это вообще на первом месте Они же деньги получают другими способами Нефтегазовые Ну, там другие деньги, конечно, абсолютно Да, другие деньги, совсем И, возможно, для них это не столь крупная сумма Но, видите, весь мир говорит об этом трансфере Значит, это какой-то имидж, конечно Но они так очень удачненько, как ныне, выражаясь модным языком, они подняли такой хороший здоровый хайп Да, да, очень мощный, да, и все это Все лето об этом говорим Да, до сих пор мы об этом говорим Слушайте, я боюсь спросить, а есть вот футболисты, которые стоят гораздо меньших денег, но они перспективны сейчас? Вот на кого стоит обратить внимание? Такие футболисты, конечно, есть Есть вообще целый... Каждый год публикуется список самых талантливых футболистов с точки зрения той или иной организации Или какого-то аналитического центра Конечно, есть такие футболисты Ну, я думаю, что вот прям подробно по фамилиям мы пройдемся уже в следующем Да, ну, например, есть такой парень Мбаппе Дим, давай мы сейчас приверемся и позже, друзья, к вам вернемся Прекрасные беседы мы ведем здесь в студии телерадиоканала «Страна.ФМ» А мы это Влад Кутузов, Валерия Майорова и наш гость, заместитель, шеф-редактор отдела футбола Дмитрий Зеленов Еще раз доброе утро Доброе утро Ну, и говорим о футболе, конечно Ну что, хватит уже с Барсой, с Реалом? Или продолжим? Достаточно Так, мы про перспективных игроков начинали Мы хотим послушать А, кстати, да, мы не договорились Да, я назвал фамилию Мбаппе Парень 98-го года рождения, почти 99-го Ему всего 18 лет Ему готовы платить около 17-18 миллионов евро в год То есть столько же, сколько ему лет Что он умеет такое делать? Что он умеет такое делать? Что он делает, за что? Супер талантливый нападающий, забивает много голов Футболист Монако, французского клуба И другой французский клуб, тот самый ПСЖ, который взял Неймара Очень хочет взять Мбаппе И, по слухам, этот футболист, молодой, юный Отказал даже мадридскому Реалу Поскольку имеет очень, очень заманчивое предложение от ПСЖ Трансферный период еще действует Футболисты могут переходить И, вполне возможно, будет такой же громкий трансфер, как переход Неймара Слушай, а я вот немножечко не в теме, но я думаю, всем будет интересно У них же существует какой-то лимит, да? Какая-то квота на покупку? Ну, есть, да, есть так называемый финансовый фэйрплей Если вкратце, да, и просто То это норма, это правило принято для того, чтобы клубы тратили столько же, сколько зарабатывают Или тратили не сильно, больше, чем зарабатывают Примерно так То есть, если ты продаешь футболок и билетов и, там, не знаю, телеправ на 50 миллионов Ты можешь потратить эти миллионы на трансферы Если ты не продаешь, а берешь эти миллионы у доброго дяди, то нет Ты не можешь их тратить, иначе будут жесткие санкции от УЕФА Но в случае с Неймаром получилось по-другому, мне кажется Подкачали нефть и купили его Да, да, там очень хитрые схемы Заключаются спонсорские договоры Проводятся все как какие-то действительно равноправные договоры Да, не просто помощь, не просто благотворительность А спонсорский договор клуба с такой-то структурой Но там, насколько я знаю, очень сложная история Много случаев из-за этого, когда возникают эти налоговые скандалы О которых прежде никто не знал Потом выясняется, что куда-то делись деньги, да, чуть не доплатили и так далее А спортсмен не в курсе вообще Даже Криштиан Роналду стал фигурантом Да, у него же была история, да Это по поводу его личных рекламных контрактов Он с них платил налоги Мне кажется, это от того, что денег настолько много Что ты просто не успеваешь их считать Я просто улыбаюсь и вспоминаю, как он задирает майку Ну да ладно Так, еще какие-то фамилии быстренько назовем перспективных-то Знаете, их может быть так много, если сейчас про каждого говорить То есть прям выделить кого-то Да нет, ну их, конечно, очень много Но вот сейчас все говорят Амбаппе И давайте запомним эту фамилию Давайте И будем следить за тем, купит ли пассажир и его тоже, как Неймар Ну главное, чтобы вся память залит И за какие деньги нам Интересно Ну что, совсем скоро мы поговорим наконец-таки уже про премьер-лигу нашу российскую, да? И можно здесь задавать вопросы 8909-928-189-9 Это ватсап и вайбер, а также вк.ком слэш-трана.фм Там совсем скоро появится пост Ну и напомним, в гостях у нас заместитель шеф-редактора отдела футбола Дмитрий Зеленов Стране о спорте Итак, друзья, мы продолжаем Напомним, в гостях у нас сегодня заместитель шеф-редактор отдела футбола Спорт-Экспес Дмитрий Зеленов Дима еще раз, добро пожаловать к нам Доброе утро Ну и продолжаем мы У нас вопросы, да, посыпались? Да, у нас посыпались вопросы Начинаем с вопроса Константина По-вашему, почему характер игры Спартака в этом сезоне совсем отличается от прошлого сезона? Это вопрос номер один Сейчас складывается ощущение, что они до сих пор бегают и думают Нифига себе, мы чемпионы И в какую линию Спартаку нужны новые игроки? Ну, я думаю, этот вопрос сейчас задают себе и другим все болельщики Спартака Очень странный старт, неудачный старт Девятое место Два поражения от принципиальнейших соперников От «Зенита» разгромное в Петербурге и от «ЦСКА» вот сейчас на выходных Причин несколько, если коротко Конечно, Спартак не усилился в межсезонье Как это должен делать клуб-чемпион Не купил по-настоящему сильных футболистов Все еще ждут болельщики трансферов Второе, лидеры Спартака Российские лидеры Денис Глушаков, Дмитрий Камбаров, Александр Самедов В меньшей степени Георгий Джики На мой взгляд, выхолощены После тяжелого прошлого сезона И после Кубка Конфедерации Они были Одними из основных футболистов сборной России И, конечно, после Кубка Конфедерации У них не было ни долгого отпуска, ни толком нормального восстановления Мы видим, как тот же Денис Глушаков играет в этом сезоне Совсем не так, как от него ждут И не так, как в прошлом сезоне И третья причина Она тесно связана с первой Нет усиления И в связи с этим Между тренерским штабом А именно Массимо Каррерой Главным тренером и клубом То есть теми людьми, которые отвечают за приобретение Сейчас идут некие трения На этот счет Которые не добавляют позитива Которые не дают Каррере спокойно работать И думает он не только о футболе Но и о том, как ему усилиться Как ему продавить свои кандидатуры Как ему купить тех игроков, которых он хочет А не тех, которых ему предлагает руководство клуба То есть там получается не столько спортивные футбольные дела А сколько административные в большей степени Ну и я хочу напомнить, друзья Если у вас тоже есть вопросы Обязательно пишите 8909-928-189-9 Это WhatsApp и Viber И в нашей группе ВКонтакте Мне надеюсь сейчас появится пост Пишите туда тоже Слушай, ну возвращаясь, Димка, к этой теме Да, о которой мы сейчас говорим Проще говоря, Спартак не сделал того Что, кстати, удачно сделал Зенит Конечно, Зенит провел мощнейшую трансферную кампанию С приходом в клуб Сергея Фурсенко В качестве такого руководителя Лица первого Я не знаю, должность даже не так важна И Константина Сарсани Который отвечает за непосредственно селекцию Конечно, Зенит провел потрясающую кампанию Мощно купил сильных футболистов Аргентинцев Дреуси, Паредеса Продолжает сейчас Бомбить трансферными новостями Возможно, что-то из этого слухи Что-то реальные новости В то время как Спартак Не покупает футболистов Хотя ему, безусловно, нужен сильный центральный защитник Возвращаясь к вопросу слушателя-зрителя Дим, давай сейчас прервемся ненадолго Друзья, мы продолжим и о Зените И о Спартаке И вообще о премьер-лиге нашей Говорить совсем Скоро, друзья, у нас в гостях Дмитрий Зеленов Вернемся Ну, бабочки у нас тут не летают У нас тут совершенно серьезные мужские, я бы сказала, разговоры Ведут эти мужские разговоры Преимущественно Влад Кутузов И Дмитрий Зеленов Заместитель шеф-редактор отдела футбола Здравствуйте еще раз Ну, а я, Валерия Майорова, вот пытаюсь понять Как обстоят дела Кто за кого, кто куда бежит У кого какие перспективы Пока немножко... Лер, зато как много ты узнал сегодня нового Это же прекрасно И еще узнаешь Вторую фамилию, которую я уже забыла, к сожалению Но ничего, я потом повторю Дим, мы закончили на Спартаке, на Зените Да, то, что Зенит сделал все очень удачно, хорошо и успешно И почему-то это не сделал Спартак Ну, вот ты раскрыл некоторые тайны, да Организационные моменты, почему-то, да Там вот тренер между тренерами административной команды Скажем так, почему-то не получается Погода привлечь каких-то других игроков, купить их Да, мы говорили о позициях, которые нужно усилить Как я сказал, это, конечно, центральный защитник Спартаку очень нужен центральный защитник Те, которые есть сейчас, они хороши, но не все И к тому же игроки подвержены травмам, дисквалификациям А Спартаку играет в Лиге Чемпионов Серьезнейший турнир, уровнем выше, чем Лига Чемпионов И матчи с ЦСКА и с Зенитом, которые Спартаку не удались Там такие, каждый тур, а иногда и еще круче Я бы даже сказал, гораздо чаще, еще круче Там соперники уровня Реала и Барселоны Ох, слушайте, а можно я вот этот вопрос еще отдам? Нужно, да От слушателей, да? Последний вопрос, какие, ну почему последний Еще задаваясь, еще целых полчаса Какие прогнозы на матч Спартак-Локомотив? Прогнозы? Я думаю, что Спартак все-таки выиграет этот матч Если так говорить прямо Не будем уходить от прямого ответа У Локомотива тоже есть немало проблем И его отличный старт Это скорее такая приятная и неожиданность Для болельщиков Локомотива Спартак уже играл с Локомотивом в матче на Суперкубок России Играл лучше, заслуженно выиграл Тот матч, не так давно он, кстати, был Это был второй трофей Спартака после чемпионства И у Спартака нет выбора Он должен побеждать Потому что если Спартак сейчас проиграет Опустится еще ниже Мы будем говорить уже не просто о каком-то скомканном старте А об откровенном провале Ну это провал на самом деле Действующий чемпион Слушай, ну а если Я понимаю, что все-таки прогнозы дело неблагодарное Но те люди, которые их делают Они в большинстве своем уже говорят До конца сколько сезона осталось? Ну еще играть Ну еще есть время Но тем не менее уже многие говорят Что ну что, ребят, зенит, конечно Ты вот как, разделяешь это? У нас, да, особенность этого чемпионата Она такая, что две его трети пройдут в этом календарном году То есть до конца 17-го года До декабря будет сыграна большая часть матча И после 20-го тура мы примерно поймем уже Кто будет Ну кто будет главным фаворитом Кто будет почти чемпионом Во вторую часть чемпионата Весеннюю, в 2018 году Будет сыграно 10 матчей И в 2018 году мы уже будем думать о чемпионате мира Наш чемпионат внутренний России Он отойдет на второй план Конечно, зенит Да, сейчас фаворит номер один Мы видим, как команда стартовала Как и на трансферном рынке И на поле Ну и вообще даже матч с Ахматом С футбольным клубом Ахмат Который зенит уверенно Уверенно свел к победе Он все равно не обошелся без судейского скандала Решение судей в пользу зенита И я думаю, такие решения еще будут Даже если не специально иногда Судья Дим, давай сейчас еще прервемся Мы ненадолго, друзья, скоро к вам вернемся Мы по-прежнему сидим на четвертом этаже Тут у нас и говорим про футбол А мы, это Влад Кутузов, Валерия Майорова И, конечно же, Дмитрий Зеленов Заместитель шеф-редактора отдела футбола Так, на чем мы остановились на самом интересном Мы остановились, давай договорим, наверное, про Спартак и Зенит Да, вот все то, что происходит сейчас Все нормально Да, мы говорили про Лигу чемпионов Конечно, это важнейший турнир Спартаку, там будет очень сложно Нужны покупки, нужны усиления Нужно мириться внутри клуба Тренером, руководителем, футболистом И потому что иначе это будет полный раздра и провал Но у нас есть еще один клуб в Лиге чемпионов Мы надеемся, будет ЦСКА сегодня играет в Швейцарии с Young Boys Первый матч из двух Young Boys, да, отличные молодые парни Кстати, с соперником ЦСКА считается, что повезло Но я согласен, потому что могли быть варианты и похуже Если ЦСКА двухматчевое противостояние выиграет То у нас будет две команды в групповом этапе Лиги чемпионов Это очень хорошо для страны, для ее престижа Для вообще нашего какого-то сознания Народ на футбол пойдет Мы будем говорить о футболе всю осень О футболе высокого качества Мне кажется, есть смысл надеяться на победу Потому что, мне кажется, команда под названием Young Boys Как-то хочется ее назвать поп-коллективом Вот шути, не шути Плохо не хочу ничего не говорить Да, шутить не будем У нас мы командами не с такими названиями проигрывали Лер, у нас был вопросик еще, да, коротенький? Или мы на него ответили? По поводу Зенита и Урала? Да, ну, конечно, я не говорю, что Зенит будет выигрывать все матчи Но тут случается всякое Спартак стал чемпионом в прошлом году Потерпев разгромное поражение Открыли в Советов посреди чемпионата Он разгромно проигрывал Ростову Ничего страшного, всякое бывает Важно же смотреть на перспективу А в перспективе у Зенита сумасшедший состав По российским меркам такого нет ни у кого То есть это вот реально объективно, да, если судить? Объективно Это вот номер один Ну, в таблице, собственно, я вот смотрю, да, первое место Спартака девятый Так, я чувствую, вы расходиться не хотите вообще А тем не менее, время нашей передачи Мы бы с большим удовольствием еще Но мы должны сказать, что в гостях у нас сегодня был заместитель шеф-редактора Отдела футбола издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрий Зеленов Дим, большое спасибо еще раз Вам спасибо С наступившим днем рождения еще раз «Спортэкспресс» Продолжайте в том же духе, ну и приходите к нам Мы тоже, друзья, с вами прощаемся Валерий Майорова Влад Кутузов До встречи, счастливо Пока В стране о спорте Лайф